Первая выдача будут лицам, которые исполнятся 16 лет, либо 25, либо 45, либо лицам, которые паспорт, который в ночь включить не утерян. Для понимания, тем, кто исполнится 16 лет, 34 тысячи. То есть, сколько сейчас, я не помню, но все будут выданы. После того, как эти категории получат документы, будут идти на обычную выдачу паспорта. Где можно получить паспорт? На сегодняшний момент в отделах миграционной службы, где-то месяца через полтора, в любом паспортном отделе. По всей республике? По всей республике. По всей республике сейчас, на сегодняшний момент, в миграционной службе, отделение миграционной службы из каждого города. А в будущем, через полтора-два месяца, это будет в любом паспортном отделе. Александр Владимирович, а если я хочу получить паспорт гражданина республики, но у меня еще действительный паспорт Украины, мне надо будет его сдавать? Нет, не надо. Зачем? Имейте свой паспорт Украины, получайте паспорт ДНР. Александр Владимирович, велись ли переговоры с какими-то странами о том, что вы признали этот паспорт? Южная Россия признает, Россия признает, какие еще нужны страны. А все остальные признают, ну заставим признать. Что с украинским паспортом будет? Вам честно сказать, свой расстреляют. С паспортом ДНР нужно будет обязательно ходить, потому что, допустим, в России действуют санкции, если по себя поймали. Документ, удостоверяющий личность, я думаю, что нужно ходить обязательно. На данном этапе, потому что не так очень мало документов. В будущем планируется выдача прав в адренских удостоверениях. Поэтому, думаю, паспорт носить надо. Ну, если честно, я буду носить пациент, потому что мне нужно, ну, во-первых, это гордость для меня, да? Я думаю, для многих это будет родность. Лишний раз его показать, ну, будет за счастьем. Еще раз, Владимир, прошу прощения, некоторые предусмотрительные Одесситы уже интересуются, как можно будет получать паспорта ДНР. Некоторым предусмотрительным Одесситам отвечаю, можно. Приехать сюда и получить, и помочь. Еще вопрос. По законодательству Украины нельзя иметь двойного гражданства. Получается, люди, которые получают гражданство ДНР, они автоматически как бы исключаются из граждан Украины, правильно? Знаете, все Украина сказало, что наоборот другие паспорта биометрические, да, и наши паспорта на этой территории, они действительно. Поэтому у нас другое законодательство, у нас это, нашему это не противоречит. А законодательство Украины меня мало интересует. В этом вопросе точно меня интересует. Александр Владимирович, расскажите вообще, что дает этот паспорт, можно ли выехать с ним куда-то, допустим, в ту же Россию? На сегодняшний момент Российскую Федерацию, свободный выезд. Вчера Паня Нуланд, Виктория Патеринова сказала, что сначала Минские соглашения должны исполнять Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, и Россия. И только потом Украина может рассматривать какое-то там исполнение Минских соглашений. Кто такая Паня Нуланд? Я Паня Нуланд в украинском правовом поле вообще не наблюдал. Ее некоторые называют Госпожа Виктория Виктория. Она сейчас Госпожа Виктория Виктория, которая находится в USA, Соединенных Штатах Америки. Тогда мы вообще через океан с ними находимся. Я вообще не понимаю, что Америка сюда лезет. Она не участвует ни в Нармазской четверке, ни в немецких договоренностях. Это не дело Америки. Пускай своих нервов гоняет. Можете еще раз сказать о степенях защиты паспорта, где их печатают? Паспорт, это печатается у нас. Тут пять степеней защиты. Можете подключить? Подключить. Насколько мне известно. Семь. Извините, поправляю. Семь степеней защиты. Поднимите, пожалуйста. По качеству бумаги и по качеству исполнения намного лучше и интереснее, чем украинский паспорт. Александр Владимирович, какова его стоимость для жителей республики? 250 рублей. Жители республики его получают бесплатно или платят? Пошлина платит за 250 рублей, да. Но это как обычная практика, которая у нас в глаз теперь предусмотрена. Платишь деньги и получаешь. Это пошлина, за которую стоит бумага, работа, чтобы типа спорта напечатать. Еще вопросы. Это обязательно получать всем, кто живет на территории ДНР? Или же можно иметь любой паспорт? Как сейчас вы? Ну как это? Вы находитесь на территории, где живете. Вы можете его не получать, но вы не являетесь гражданином ДНР. Вы не имеете права участвовать в выборах для этого паспорта. Понимаете, о чем я говорю? Есть паспорт, есть выборы. А? К весенним выборам у всех будут паспорта. А когда будут выборы? Весной понедленно. Весной? Ну я думаю, что мы ее перенесем. Пока паспорта не получат. А жители Западной Рыбой помогут? Паспорта, конечно. У нас свободное государство. Приезжайте, живите. Получайте наш паспорт. Платите налоги и истеки спокойно. Спасибо, до свидания. Мы работаем над этим вопросом.